Святаго Духа Слово Отца нашего Святаго Яна Зотоустого О Девстве, продолжение Брак есть добро, потому что Сохраняет мужа в целомутрии и не допускает Погибнуть к уклоняющемуся Прелюбодеяния Посему не охуждай брака Он приносит большую пользу, не дозволяя Членам Христовым сделаться членами Блудницы, не попуская Святому Храму быть оскверненным И нечистым Он есть добро, потому что укрепляет и исправляет Готового пасть Но на что он тому, кто Стоит твердо и не нуждается в ее помощи Здесь он уже Не полезен и не необходим Но даже служит препятствием для добродетели Не только тем, что причиняет Мога неудобств, но и тем, что уменьшает Большую часть похвал Кто облекает В оружие такого человека, который Может срождаться и побеждать без оружия Тот не только не приносит ему пользу Но и причиняет крайнюю обиду Лишая его прославления и светлых венцов Потому что не допускает его проявить Всю свою силу и трофею его быть самым блистательным А при браке бывает еще больше вред Потому что он лишает не только похвалы от народа Но и наград уготованных девству Посему хорошо человеку не касаться женщины Для чего же ты дозволяешь прикасаться Во избежание блуда, говорит апостол Я боюсь возводить тебя на высоту девства Чтобы ты не спал в пропасть при любодеянии У тебя еще не так легкие крылья Чтобы я стал поднимать тебя на такую высоту Но они сами решились бы на эти подвиги И устремились бы к красоте девства Почему же боишься, опасаешься ты, блаженный Павел? Потому, может быть, сказал бы он Что они, не зная этого подвига, показывают такую готовность А меня, самое дело и уже испытанная мной борьба Располагает осторожнее советовать это состояние другим Я знаю трудность этого состояния Знаю силу этих подвигов Знаю тяжесть этой борьбы Для этого требуется душа ревностная, мужественная И не подчиняющаяся похотям Здесь надо бы найти по раскаленным уголям И не обжечься Выступать против меча и не быть раненым Ибо сила похоти так велика, как сила огня и железа И если душа выступит на неприготовленную И не будет противиться ее влечениям То скоро погубит себя Посему нам нужно иметь адамантовый ум Неусыпное зрение Великое терпение, крепкие стены С ограждениями, запорами Бдительных и доблестных стражей А прежде всего Этого помощь свыше Если Господь не созидит дома напрасно Трудятся строящие его Салом 126.1 Как же мы Как же мы можем приобрести эту помощь Если мы приложим все со своей стороны Здравый помысл Великое усердие к посту и бдению Строго исполнения закона Соблюдения заповедей И что всего главнее Не будем самонадеянны Если бы мы успели совершить даже великие подвиги Мы всегда должны говорить самим себе Если Господь не созидит дома напрасно Трудятся строящие его Потому что наша брань не против крови плоти Но против начальств Против властей Против мироправителей тьмы века сего Против духов злобы поднебесной Ефесянам 6.12 День и ночь у нас полностью должны пребывать вооруженными И быть страшными для постыдных похотей Так как если они немного ослабеют Девал приступит с огнем в руках Чтобы поджечь и испопилить храм Божий Посему мы должны оградить себя со всех сторон У нас борьба с потребностью природы Подражание жизни ангелов Соревнования с бесплотными силами Земля и пепел стараются сравняться с небожителями И тлением вступают в соперничество с нетлением Неужели теперь скажи мне Кто-нибудь дерзнет равнять с таким делом брак и удовольствие Не весьма ли это безумно Зная все это Павел говорил Каждый имей свою жену 1 Коринфянам 7.2 Поэтому он уклонялся Поэтому не решался с самого начала Говорить Коринфянам о девстве Но продолжал речь о браке Желая мало-помало отвлечь их от брака И в эту длинную речь Вставил короткие слова в воздержании Чтобы слух их не был поражен строгостью этого вещания Кто составляет всю речь Свою всецело из предметов тяжелых Тот бывает несносим для слушателя И часто вынуждает душу Не переносящую тяжести его слов Отвращаться от них А кто разнообразит речь И составляет ее больше из легких Чем трудных предметов Тот прикрывает тяжесть предмет И успокоит слушателя Таким образом успешнее убеждает И привлекает его Как поступил и блаженный Павел Сказав Хорошо человеку не касаться женщины Он тотчас перешел к браку Каждый говорит имей свою жену Девство он только похвалил Сказав Хорошо человеку не касаться женщины И остановился А касательно брака Дает совет и заповедь Приводит причину в словах Во избежание блуда По-видимому он доказывает Позволительность брака А на самом деле в словах о браке Незаметно превозносит По хвалам и воздержания Не высказывая этого явно Но предоставляя совести слушателей Кто поймет что ему советуется Вступить в брак не потому Что брак был верхом добродетели Но потому что в нем Само Павел осуждает Такую похотливость От которой невозможно Удержаться без брака Тот устыдившись и покраснев Тотчас постарается избрать детство И уклониться от такого бесчестия Продолжение следует